Всем привет! Вы слушаете подкаст «Профи Креатива» и с вами его ведущий Азад Троев, амбассадор Go Viral в Кыргызстане. Этот подкаст посвящен тем личностям, которым удалось сделать креатив своей работой. Для этого эпизода я поговорил с Дзире, певицей из Кыргызстана. Она стала известна широкой общественности благодаря клипу на песню «Хэс», в котором осуждают и выступают против мизогении и сексизма. С тех пор она успела выпустить EP и песню «Сюнчу», а сейчас готовится к выходу нового альбома, о чем она как раз таки рассказала в этом подкасте. Мне повезло встретиться с Дзире вживую в офисе моего агентства «Джошо», поэтому ловите живой разговор. Приятного прослушивания. Дзире, привет! Как у тебя дела? Привет! У меня все отлично, работаю сейчас, не покладая рук, поэтому все нормально. Вот, а как проходить... Вообще, мы должны были записать этот подкаст еще очень-очень давно. И я помню, когда перед тем, как пандемия началась, перед тем, как карантин нас ввели, Дзире была одной из тех немногих людей, которые говорят, «Слушай, я что-то не хочу. Слушай, я что-то боюсь. Слушай, вот это, вот это». Я боялась за тебя, а завтра что-то не сделает. Я знаю, я знаю. Но я такой... Она перенесла три раза, и в итоге отменили мы эту запись, потому что уже там ноги начали... Мой этот звукорежиссер тоже говорил, «Слушай, раз уж она приехала из-за рубежа, может, тоже опять не стоит?» Я на них смотрю, «Алло! У одного у меня, что ли, сроки? Я чуть не могу понять». Но все классно. Да, все классно. Теперь все прошло. Надеюсь, что ты сейчас с собой не принесла ничего. Слушай, я тоже надеюсь. Я, если честно, не уверена. Кто уверен вообще в чем-либо в это время сейчас? Зири, как у тебя дела? Как карантин вообще твой прошел? Чем ты занималась, знаешь? Ой, весь мой карантин – это альбом. То есть, ну, типа, да, это все... Я работала онлайн со своими ребятами, со звукорежиссерами. Это было мучительно сложно, и я бы сказала, вдвойне сложнее, чем обычно. И все, что я делала, это писала музыку на карантине. Вот, типа... Альбом, окей. Что ты можешь о нем уже сказать? Стопроцентное? Когда, возможно, когда он выходит? А если будет эксклюзив, то это вообще будет? Он выходит 14 сентября. Это, ну, типа, каждый год я выпускаю 14-го что-то. Это уже какая-то для меня традиция, я не знаю. И, блин, там будет столько всего. То есть, вы знаешь, если откровенничать, то предыдущий альбом, моя эпишка, который я выпустила, это как будто бы я не для себя сделала. Это как будто бы вот когда раскритиковали мою музыку, типа, там, она неинтересна, если бы не видео. Ты понимаешь, да, что я говорю? Типа, кыз, там, вот этот весь скандал, провокация осознанная, хочу подчеркнуть. И я для себя такая... И у меня начался синдром самозванки, потому что действительно я не профессиональный музыкант. Я никогда этим не занималась. Это была моя первая песня, и я действительно использовала музыку как инструмент, чтобы сказать о чем-то, понимаешь? Вот, и у меня начался дикий синдром самозванки. И каждый раз, когда мне говорят, боже, как талантливо, боже, как красиво, а какой у тебя творческий процесс? Я такая, типа, оу, сорян, типа, вот сейчас они меня поймают с поличным. И буквально за три месяца или даже за меньше я решила сделать EP, вот чтобы доказать самой себе, хотя бы немного себя убедить, чтобы мне было легче жить, чтобы убедить себя хотя бы немного, что, блин, у меня есть потенциал быть настоящим, музыкантом, артистом, понимаешь? Вот, и поэтому я его сделала, и он мне даже кажется немного неосознанным, хотя я вообще, ну, типа, уважаю ту работу, которую я продела. Но сейчас тот альбом, над которым я сейчас работаю, это настолько откровенно, это настолько... то есть я нашла ту связь, которую искала. То есть сейчас уже я, ну, типа, не особо стесняюсь, когда мне говорят, ну, спрашивают, какой у тебя творческий процесс, потому что я осознала, что чувствовать синдром самозванки и чувствовать, как будто бы твой творческий процесс немного, ну, как бы не особо творческий процесс, это и есть часть творческого процесса. То есть я для себя столько всего осознала вообще в искусстве в целом, не только в музыке, что люди, которые занимаются искусством, у них всегда вот этот синдром самозванца, и это реально часть процесса. И я поняла, что это нормально, что я себя так чувствую, и я должна это воспринимать как свой творческий процесс. Вот. И плюс в моей жизни произошло очень много каких-то личных моментов, и я просто никогда в жизни я не чувствовала настолько сильную осознанность и в то же время уязвимость, как сейчас. Потому что... Это я сейчас почему рассказываю? Потому что это всё, ну, типа, я вкладываю в альбом такие эмоции и вот это вот всё. И из-за того, что... Из-за того, что я осознала очень многие вещи, в том числе я осознала, что раньше, когда, например, я получала, ну, скажем, там, хейт, неважно, конструктивный или неконструктивный, свою сторону, вот этот мой синдром самозванки, он усиливался, и я верила этому всему. Но я этого не осознавала. То есть я думала, fake it until you make it. Просто вот, если ты скажешь, что тебя комментарии не задевают, то они тебя не будут задевать. Если ты скажешь, что, типа, вы до меня не доберётесь, то они до тебя не доберутся. И я чувствовала вот эту вот... Сейчас я уже знаю, что я в то время всё время чувствовала нужду вести себя как железная леди и доказывать, что... Bitch, like, I don't care. Но сейчас... И это мне приносит такое сильное облегчение. Сейчас я... Я не стесняюсь и не боюсь сказать, что, блин, вот эти вот эти вещи меня задевают. Ну, типа, я захочу, заблокирую, захочу, удалю. И как бы... И ты не представляешь, насколько сильно мне это дало какое-то облегчение. В том плане, что раньше я бы подумала, что вот такое поведение — это слабость. Но сейчас я понимаю, что я намного сильнее, чем была. И вот это поведение моё вызвано тем, что я стала сильнее. Потому что признать свою уязвимость и сказать, что как бы... И признать, что ты не всегда должна вести себя так, как будто никто, ну, типа, тебя не задевает. И признать, что ты уязвимая, и открыть эту какую-то уязвимость и поделиться вот этим вот волнубилити для меня — это прям... Я переступила настолько сильно через себя, чтобы... Ну, типа, чтобы было возможно вот так вот сделать. Вот. И в альбоме... Теперь я чувствую просто настолько сильный deep connection с каждой песней, которая у меня сейчас пишется. И тем более, что теперь я стала более профессиональной. И когда я была в Италии, например, на учёбе и на карантине в том числе, всё, что я делала — это я занималась музыкой, искусством, актёрским мастерством. Ну, в основном, конечно, музыкой самостоятельно, потому что вот этот вот синдром самозванки сподвигнул меня на то, чтобы развиваться, развиваться, развиваться и как бы сделать так, чтобы я сама себе доказала. Вот. И сейчас я прям ощущаю, что мои мелодии лучше, мои текста стали лучше. И теперь я, например, не покупаю... Раньше я покупала биты на сайтах, а сейчас я нахожу ребят, я вместе с ними работаю, мы что-то там пытаемся делать, я пытаюсь вникать в эту тему. То есть я больше involved, и it's way more personal than that. Вот. Ну, смотри, ты вначале чуть упомянула, что вот есть критика того, что, возможно, музыка не интересует людей, если бы видеоряд не был интересом, да, но как бы я тебя воспринимаю как концепт артиста, да, концепт художника, который создаёт... Вот сегодня, мне кажется, люди, которые создают просто музыку, которая будет хорошо крутиться на радио, это слегка кажется мне неактуально, потому что сейчас фанаты, ну и я как музыкальный фанат, хочу, чтобы мои любимые исполнители, у них был какой-то стейтмент, неизвестный социальный, ну, чтобы я попонял, кто они такие. И видео... Я всё это воспринимаю... Тебя я воспринимаю как Total Package, это всё от твоих соцсетей до твоей музыки, до слов, до lyrics, до видеоряда, всё-всё-всё это вместе. Но вот когда... Вот ты как раз в творческом процессе, как ты всё это себе собираешь? Я помню, мы когда говорили о Сюнчу, ты говорила, что появилась изначально идея клипа, и всё это уже потом... Все остальные части собрались. Сейчас вот ты обучилась в Италии. Что... Как изменился твой процесс с тех пор? Вот, например, сейчас я не представляю, чтобы... Я не представляю, чтобы у меня сначала появилась идея видео, а потом песни. Я признаю тот факт, что сначала у меня в голове появляется всегда картинка, но это не обязательно какая-то, ну, картинка готовая для видеоряда, но это всегда картинка. Раньше, как оно было? Я для себя делала план чёткий. То есть, когда, например, ты начинаешь какой-то социальный проект, ты садишься и делаешь план. Ты делаешь там бизнес-канвас, ты, ну, вот это вот всё расписываешь, до кого ты хочешь добраться, с каким месседжем, что у тебя там, там, с value delivery, вот такие вот вещи. То есть я это всё больше видела как схему, потому что я не знала других путей. И я это всё рассматривала как один большой план. И прям я бы не сказала, что музыка для меня была там важнее, чем видеоряд, или наоборот. То есть я это всё, как ты говоришь сам, я воспринимала это всё в целостности. Но дело в том, что сейчас я уже могу признавать, что, как бы, комментарии, относящиеся к моему профессионализму, всё-таки в какой-то мере меня задевают. То я намного серьёзнее стала относиться к созданию музыки. То есть я намного больше трачу времени. У меня изменился процесс. И сейчас, когда я подхожу к написанию музыки, это, знаешь, это всё ещё такая тема, что, блин, это так для меня снова непривычно из-за моего синдрома самозванки рассказывать о своём творческом процессе, потому что он мне по-любому кажется каким-то недостаточно хорошим или там что-нибудь такое. Но я его расскажу всё равно, потому что вдруг кому-то будет полезно. Ты сначала несколько месяцев или полгода думаешь о том, что, блин, надо написать вот это про вот это, надо, чтобы там было включено вот это, и надо, чтобы вот такие вот метафоры были. То есть ты думаешь, 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 и эта идея у тебя в голове оседает, и это уже доходит до такой... То есть через несколько времени это доходит до такой степени, что ты уже не можешь забыть эту мысль, она крутится настолько сильно у тебя в голове, что ты, ну, типа, уже, ну, прям надо что-нибудь на бумагу или в заметках что-нибудь написать, или на диктофон, например, напеть. Вот. И это занимает, не знаю, там, от трёх месяцев до полугода. То есть все те песни, которые я сейчас пишу, они начали задумываться ещё, можно сказать, до Сьюнчу. То есть это вот они только-только созрели, понимаешь? И это всегда прокрастинация. Это всегда, блин, у меня нет времени, блин, у меня то, у меня сё. И реально я сажусь, вот когда уже горит жопа, да, грубо говоря, я сажусь и целыми днями, неделями, месяцами сижу, пока, блин, попа не слипнется, и просто будет, ну, невыносимо продолжать работать. Серьёзно, потому что, чтобы прийти к какой-то мелодии или к какому-то тексту, который мне нравится, если я раньше могла это прямо написать, и главное, чтобы это поддерживало общую концепцию плана, то сейчас мне надо столько времени, энергии потратить на то, чтобы из меня вышел весь шлак, в том плане, что чтобы я написала ужасные текста, чтобы я написала ужасные мелодии. И потом к концу дня, к концу недели, вот так вот, один такой маленький квадратик, там несколько секунд музыки или там несколько строчек песни, и это вот, если меня удовлетворяет, то вот это прямо для меня прогресс. Потому что это очень редко теперь бывает, потому что я к себе более критично сейчас отношусь в этом плане. Вот, то есть это из 100% работы, которую я делаю, непосредственно до конечного, ну, типа до финала доходит процентов 20. Может, кому-то твой процесс может показаться каким-то простым и так далее, но я вот как мюзик-нерд, я, твой процесс идентичен со всеми другими большими поп-звездами. Я слушал очень много интервью, и читал много интервью с Дуалипой о том, как она писала свой последний альбон, то есть как бы все идентично. Воздувается, тогда Селена Гомес, господи, три года, наверное, писала свой альбон, но опять же, у нее будут circumstances особенно. Да, да. Вот, и... I don't think you need to think of yourself like that. Стоит забыть об этом. Я думаю, что ты прав, и я думаю, что в жизни артиста, музыканта, вообще человек, который занимается искусством, нужны люди, которые напоминают ему какую-то картинку общую, понимаешь, вот как ты сейчас мне сказал. Но я поняла, что правда в том, что артист, который пытается развиваться, он никогда не признает, что с ним все нормально. То есть я тоже очень много слушала интервью и очень много читала всяких статей и поняла, что, блин, очень многие люди продолжают заниматься искусством, потому что им все время кажется, что предыдущая работа недостаточно хороша, им все время кажется, что можно лучше. И то есть вот этот мой синдром самозванки, он никуда не уйдет, даже если весь мир меня признает, и я буду там чуть ли не Бейонсе, то есть он никуда не денется. И я просто решила как-то принять этот факт, но и при этом научиться принимать какие-то комплименты и конструктивную критику тоже. То есть вот этого раньше у меня не было. Раньше я все-таки думала, что я всех обманываю, и я просто высшего класса самозванка. А сейчас я уже понимаю, что есть более какая-то рациональная картинка, про которую мне нельзя забывать. Ну, что тебя вдохняло для этого альбома? Ты знаешь, вот это мне так сложно сказать, потому что я не помню, что там было год назад, когда я начала про какие-то уже темы начинать думать. Но в целом, если спрашивать, что меня в целом вдохновляет, блин, это все, вот азат, я не знаю, как объяснить, это все, это, не знаю, ты встаешь утром и слушаешь какие-нибудь аффирмации, боже, я вдохновлена, или ты поиграешь в какую-нибудь видеоигру стрелялки с братишками, ты вдохновлена, и тем более, если ты просмотришь какой-то супер-классный, там, скажем, roundtable с songwriterами, которые в Hollywood Reporter делают классные, я обожаю, это тоже вдохновение. То есть музыка в целом, для меня музыка в последнее время стала огромным вдохновением. Это частично из-за того, что в своей жизни я прохожу через очень серьезные этапы, и для меня теперь каждая песня звучит по-другому и как-то по-особенному прям трогает в сердце. Вот, поэтому вопрос о том, что меня вдохновляет, всё, вот, ну, всё. В основном, конечно, люди, но вообще всё. Но это не так, что я всегда хожу такая, типа, боже, я такая вдохновлена. Нет, это не так. Меня могут вдохновить самые неожиданные вещи, и это, ну, типа, не особо предсказуемо. А кто тебя вдохновляет? Кто является твоими музыкальными героями? Я вот предысторию небольшую дам. Ты делала плейлист для Джо Шо, я когда себе, ну, ты отправила гораздо больше песен, я думаю, ладно, сейчас как-то до 20 я их сожму, отредактирую. Я понял, что ты любишь очень много жанров, но и критичный вкус музыкальный, то есть как бы там, там как и прям teen pop, bubblegum pop, что-то, что-то очень глубокое, где ты услышал этнические вещи, то есть я не пришёл ни к концепту, типа, окей, я её понял. Ну, как просто, как music listener, да, просто слушателя. Кто тебя вдохновляет? Аза, ты знаешь, я, ну, типа, я не могу даже сама сказать, какой жанр меня вдохновляет, или какого рода штучки меня вдохновляют. Я просто не могу, я сама не вижу какие-то границы. Но я, если перечислять людей, а список бесконечный, я могу сказать, что где-то вначале стоит Риана, где-то вначале стоит Марк Ронсон, блин, Дуалипа, Бруно Марс, Беля лишь, естественно, то есть это... И плюс этот список, он приоритизируется, то есть, ну, как бы со временем люди какие-то, ну, типа, вверх идут. Ну, это нормально, Хэри Стайлс, боже, я его обожаю. И это не всегда, то есть, прям музыка, которую они делают. И не означает, что если мне нравится какой-нибудь альбом Рианы, то мне прям все ее альбомы нравятся и все ее песни. Нет. Это очень сильно зависит от обстоятельств, в которых я нахожусь, и это сильно зависит от, в целом, какого-то месседжа, который несет вот то, что они делают. Например, Селену Гомез я не особо слушаю, но вот ее последний альбом мне так сильно залетел, хотя он многими не залетел, и прям раскритиковали ее жестко, но мне он залетел. И вот, знаешь, это, ну, то есть, если бы я его послушала год назад, он бы не залетел, а сейчас он залетел. То есть, это всегда зависит от обстоятельств. Но всегда это Риана, и я бы сказала, у меня не совсем, вот прям, я даже когда пишу музыку, даже когда этим занимаюсь, я вдохновляюсь не только людьми, которые вот в мире музыки, но и вообще в целом в мире искусства. То есть, я смотрю на человека, который настолько сильно любит свою работу и прям так сильно себя ей посвящает, и мне становится очень хорошо. Например, там тот же Бенедикт Камбербыч, да даже политики, скажем, AOC, да, то есть, такие вот штучки какие-то. Что можно ожидать нового альбома? В плане тем, тебе не обязательно все раскрывать, но примерно, что будет. Я, когда послушал твой первый, перед тем, как послушал твой первый EP, единственное, что мы от тебя слушали, это хэс, да, получается. И у меня в голове сразу такое сложилось, окей, she is an activist performer, на EP будет много социальных тем каких-то, но потом выходит EP, и ты просто все мои ожидания, там у тебя про отношения с твоим отцом, какие-то обычные, то есть, как бы, что-то связанное с ролью женщин в обществе, и так далее, ты затронул довольно-таки много тем, в рамках, там, буквально пяти-шести песен. Что от этого, что от следующей пластинки можно читать? На самом деле, тема неравенств в обществе, она в моем сердце, как будто бы всегда, она всегда очень прям остро стоит, то есть, я не могу ее игнорировать, даже если у меня в жизни происходят какие-то вещи с этим не связанные, я не могу игнорировать, то есть, это то, что хочет говорить, это то, что хочет кричать во мне. И поэтому тема неравенства, безусловно, продолжится в моем альбоме, вообще, тема о социальном положении в целом в обществе. И, ну, знаешь, в то же время у меня там будет пару песен необычайно личных, которые не особо относятся к каким-то социальным штучкам, но являются какими-то поворотными, описывающими какие-то поворотные моменты в моей жизни, да, например, там, ну ладно, я скажу, я не знаю, насколько это правильно, то, что я сейчас говорю, есть трек про расставание, очень серьезное, с человеком очень близким, и есть песня про, скажем, которая примерно дает понять, как я себя чувствую, когда у меня прям обостряется синдром самозванки, например, да, такие штучки. Но при этом другие песни, которые тоже очень сильно для меня важны в социальном плане, я как будто бы нашла к ним какой-то, какой-то personal связь, которую раньше не особо осознавала. То есть я понимаю, что, например, те же мои комплексы, да, или там тот же синдром самозванки, это все настолько сильно взаимосвязано с тем, что происходит со мной вокруг. То есть тот факт, что девушки закомплексованы, и тот факт, что они, возможно, поют вот такие вот иногда, ну говорят о таких вещах, это означает, что влияние общества очень сильное, влияние того, где нынче находятся женщины в обществе, это очень сильно влияет. Я верю, что если бы, скажем, не было неравенства по отношению к женщинам, я верю, я искренне верю в то, что моя жизнь сложилась бы по-другому. Я знаю, что есть очень много мужчин, которые очень сильно тоже чувствуют себя закомплексованными, но каким-то образом им удается отвлекаться от вот этой вот темы, понимаешь, и как-то вкладываться во что-то прям очень классное и серьезное. А во многих случаях девушек очень сильно останавливают вот эти внутренние какие-то блоки, понимаешь? И поэтому я нашла просто необычальную связь, которую раньше я не чувствовала с теми треками, которые я пишу именно о состоянии общества. Ну и плюс, там не только будет тема феминизма, я буду очень-очень сильно затрагивать темы политики, очень сильно. Я даже, блин, сейчас у меня экспериментальная эта песня стоит, но, например, я сравнила... То есть я рассмотрела в одной песне токсичные отношения на примере отношений кыргызского правительства и российского правительства, например. То есть как бы если ты послушаешь песню, ну там ничего не говорит о том, что это о политике, но можно понять, что это песня о токсичных отношениях, но контекст будет все-таки говорить о том, что как бы this is the reality. Вот. То есть я вот такими штучками экспериментирую немного. Вот уже прошел год спустя с Юнчуп, прошло два года с тех пор, как ты выпустила Кыз. Я помню, ты мне говорила, что ты используешь музыку как платформу для того, чтобы освещать и повышать осведомленность о каких-то социальных проблемах. Вот спустя вот это время, насколько ты думаешь, что это эффективно? Я объясню, почему именно задают этот вопрос. Вот когда вот сейчас на дворе пандемия, все это дело, в США кризис расовый, Black Lives Matter, и когда люди начали рассказывать об этом во всем, я услышал от активистов разных, что зачем вы говорите об этом в соцсетях, то есть о каких-то очень очевидных вопросах. Например, я тоже самое делал тогда рассказывал об этом, потому что большинство людей в вашем окружении разделяют с вами ваши взгляды и ценности. И то есть вы просто типа как это называется, eco-chamber, вы говорите в одну комнату и вам просто прилетает эхо. Вот этот вопрос, и я задумался, я думаю, окей, зачем мне поднимать эти вопросы, если все и так разделяют те же взгляды. у тебя вот как, ты как думаешь, насколько музыка в твоем понимании была эффективна с первой эпишкой, какие у тебя вот сейчас уже перспективы поменялся или нет? Нет, у меня абсолютно не поменялась перспектива на это все, потому что блин, I know that it works, я знаю, что это работает, и сколько бы люди не говорили, что да, вот типа пузырь, не пузырь, все дела. А как я пришла к вот осознанию вот этих штучек? Каким образом? Это все какие-то проекты, это все люди, за которыми я следила в том же интернете, например, да, то есть я же, блин, не родилась в этом пузыре, я сюда попала. И понимаешь, что я вот, я не знаю, где я услышала эту теорию, но в моей голове это все выглядит как круг, в котором еще один круг и в котором еще один круг, скажем, если рассматривать общество более-менее осведомленных там грыгызских молодых людей, которые более-менее знают об этих проблемах, если рассматривать их как центр круга, то у каждого, например, из них есть свой инстаграм, да, у каждого из них есть свой какой-то канал, через который они общаются с людьми. и каждый день эти люди знакомятся с какими-то новыми людьми и, например, скажем, в этот круг, который посередине приходят люди со следующего круга, который, например, скажем, если рассматривать феминизм как центр круга и феминистов как людей в центре круга, то есть следующий круг, который чуть шире и есть еще один, который еще шире. И получается, что эти феминистки, например, люди общавшими, то есть тем, что они коммуницируют постоянно, и неважно, ты коммуницируешь со своими или не со своими, то есть это всегда, вот как, например, передается коронавирус, там человек заражает три-два человека, те три-два, еще три, то есть это, ну, это простой принцип распространения. И, например, если эти феминистки в центре круга начнут общаться с другими людьми, будут поддерживать общение, то волей-неволей другие люди с вот этого следующего круга, они начнут подтягиваться. И когда они начнут подтягиваться, начнут подтягиваться и те, то есть, понимаешь, блин, это работает. It just works. Ты не можешь отрицать этого. То есть вспомни те вещи, о которых ты раньше не знал, вот узнал. типа, как ты узнал? Понимаешь? И притом все эти проблемы происходят из-за того, что мы недостаточно говорим или мы вообще не говорим об этом. Вот и все. Если бы мы говорили, все было бы по-другому. Вот соцсети, для тебя, насколько они важны сейчас? Мне кажется, уже как бы сложно отделить от любого человека публичного, непубличного, от соцсетей. Насколько они важны в карьере артиста, особенно артиста, который занимается повышением осведомленности соцсетных дел? Я думаю, что они важны настолько, насколько мне бы не хотелось, чтобы они были важны, потому что соцсети, насколько бы они не были очень полезной платформой, они в то же время являются местом для подавления очень-очень сильного хейта. Конечно, не для всех людей, но каждый, мне кажется, с этим сталкивается. И тот факт, что элементарно даже в нашей стране, в нашем сообществе нету, по сути, нету других путей, как ты мог бы быть услышан, соцсети являются очень важным компонентом. И я бы очень хотела, чтобы это, ну, типа, это перестало быть правдой. Я, блин, если бы была моя воля, я просто хотела бы никогда в Инстаграм больше не заходить, потому что, да, это привезло, это мне сыграло на пользу, на очень, ну, типа, очень сильно. Но сейчас я больше заботюсь о том, ну, типа, как я себя чувствую в плане mental health, и мне бы хотелось, чтобы создавались какие-то общие платформы, где артисты могут друг с другом общаться, делать какие-то общие штучки, и, не знаю, чтобы был какой-то комьюнити, где люди друг друга поддерживают, понимаешь? Потому что иногда, когда ты просто в Инстаграме, и в моем случае я же одна, у меня нету вообще никого, и я сама продвигаю, типа, сама что-то делаю, я себя чувствую очень сильно одинокой в этом плане, вот, поэтому... Давай об этом поговорим, как раз-таки, мне, на самом деле, я чувствую, что все, что ты говоришь, когда я только начинал, и пошла первая череда каких-то больших проектов, вроде Волга, и так далее, я чувствовал вот эту небольшую только alienation, да, как будто бы я становился каким-то инканитянином, здесь, в Пешкеке, журналисты не понимали ни опыт, ничего, то есть, они это все воспринимали чем-то таким инородным, чужим, и тоже чувствовал вот это одиночество, что, окей, типа, я вот, у меня есть друзья в интернете, да, и все на этом, меня здесь никто не понимает, за исключением людей, которые, инфлюенсеры, наверное, по-моему, единственные люди, которые, что-то более-менее понимают, чем я занимаюсь, и, конечно, какого-то общаться с аудиторией больше, чем просто твое окружение. У тебя с другими кыргызскими исполнителями насколько вот вот есть, сложилось ли вот это? У нас, вот, если будут слушатели из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, наверняка у вас идентичная ситуация, но у нас большая часть мейнстримных, мейнстримных исполнителей поют какие-то таких очень бытовых моментов, вроде там, отношений с кем-то, любовь, ля-ля-ля-ля-ля, это имеет место быть. Мне кажется, у нас с тобой общие, тех людей, которых мы очень любим, исполнителей, они чаще всего поют о любви, но всё это сводится к этому, и звук бывает очень таким простоватым для тоев, для каких-то массовых праздников. У тебя как с ними сложились отношения? Есть ли они вообще? Есть отношения, мы очень часто встречаемся на разных мероприятиях, я на самом деле встретила людей, по которым фанатела с детства, но у меня типа мы знакомые, мы не друзья, потому что у нас настолько разные принципы вообще в целом по жизни, настолько разные взгляды большинство ну типа большинство из этих артистов я то есть элементарно не в силах понять то есть сколько бы я ни пыталась я просто не в силах хотя я понимаю, что у них свои обстоятельства они через свои какие-то испытания в жизни проходят я ни в коем случае никого не осуждаю вообще ни в коем случае но я не чувствую, что мы могли бы там что-нибудь общее сделать понимаешь то есть в этом плане да они мои знакомые но я не чувствую прям сильный сильного бонда не чувствую я не чувствую sense of community знаешь я не чувствую что я принадлежу понимаешь о чем я говорю и на самом деле больше чем с музыкальным сообществом нашим я себя больше отношу к какому-то креативному сообществу которое ну там например там блогеры там режиссеры понимаешь вот такая вот штука потому что как будто бы наше видение в какой-то мере идет ну типа по касательной понимаешь и мы пересекаемся и мы иногда общаемся и мы понимаем что блин видение настолько сильно большое и на самом деле азат я вот я же поучилась в Италии ну ты знаешь что есть такой стереотип что вот Италия центр культуры там все так классно я этого не почувствовала потому что там очень мало движа и в целом Италия очень такая ну тихая спокойная страна даже если она туристическая это больше знаешь для умеренного отдыха такого такого медленного образа жизни страна и Рим в частности то есть я не почувствовала что есть какой-то молодежный движ что вот молодежи надо куда-то двигаться они там что-то креативят что-то делают я даже почувствовала нотки какого-то вот советского чего-то понимаешь да потому что я не знаю даже откуда а касается в Италии очень много коммунистов кстати я не знала да я особо не знала я потом только узнала вот и и я поняла что of course like me personally мне не хочется оставаться на том уровне на котором я сейчас есть я хочу расти все дальше и дальше и я верю что темы о которых я хочу говорить и которые мне нравятся о которых говорят другие они настолько сильно глобальные что это не предел и я поняла что if if I want like my music и типа если я хочу чтобы моя музыка была более расширена там да в плане в плане аудитории в плане того чтобы я хочу если я хочу быть более услышанной в более больших масштабах не важно музыка это или другой вид искусства или там театр актерство все такое мне надо чтобы это все начиналось отсюда вот я не могу полететь в Италию и там оттуда понимаешь потому что я обратно я не чувствую что я принадлежу потому что это люди которые не понимают тех вещей которые я осознаю и я не осознаю тех человек которые они осознают вот и если я раньше думала вот мне надо попасть в Америку и типа попробовать что-то там оттуда попробовать найти какой-то свой комьюнити где я бы могла развиваться там раскрывать свой потенциал вместе с другими людьми то я все-таки поняла что это должно быть аутентичнее это должно быть отсюда и ты знаешь я пришла к осознанию того что у нас столько креативных людей у нас столько вот этой вот молодежи которая готова что-то делать понимаешь которые просто вот прям в поисках которые ищут вот за что бы зацепиться и пойти понимаешь и я сейчас в поисках какого-то такого комьюнити к которому я могла бы принадлежать и где мы могли бы креативить делать разные штучки не важно блин ты певец ты режиссер вообще не важно давайте делать что-нибудь классное аутентичное полезное и ну блин охрененное для себя самих же вот и я вот думаю что вот такого нам не хватает очень сильно как ты про Италию затронула и очень интересно ты там училась актерского мастерства что расскажи немножко об опыте что там было что так как что тебе не понравилось что тебе понравилось ты знаешь мне кажется я туда изначально с немного неправильными ожиданиями поехала потому что вот я думала сейчас я туда поеду я вот отдамся из меня сделают вот это вот понимаешь а на самом деле блин вот вообще не стоит рассчитывать ни на какой университет школа где бы вы сейчас не учились вообще не стоит рассчитывать на эту систему и на этих людей потому что мир развивается с такой скоростью что вот эти вот системы которые были заложены несколько десятилетий столетий назад они не то чтобы не успевают они уже отстают очень сильно отстают вот и это был частный универ в Риме это было такое поместье где раньше жил папа римский то есть это было все очень сильно фэнси мои одногруппки все были такие там на машинах такие да-да-да-да и я получила стипенд ой я получила грант и сверху стипендию но при этом конечно там оставались расходы которые мне надо было самой покрыть вот и я поехала я начала учиться и я поняла что учеба длится три года и они они сказали ну типа первый год два года вообще не ждите никакой практики абсолютно не ждите никакой практики от нас то есть для меня это дико потому что я хочу практику то есть самый лучший способ того типа как я обучаюсь вещам это практика я для себя я для себя это прям давно осознала и они говорят ну типа вообще не ждите практики я конечно понимаю что возможно это часть какого-то процесса может быть даже Станиславский об этом говорил но it doesn't work for me мне нужна практика ну типа я могу сначала практикой заниматься а потом в теории для себя то есть мне интересно начать заниматься а потом раскрывать раскрывать все глубже и глубже как это все изнутри работает понимаешь это во-первых во-вторых то есть подожди вы просто изучали теорию и конспекты нет нет у нас была какая-то практика то есть мы мы работали над управлением телом мы работали над избавлением ну то есть как бы над тем чтобы превращаться там с группой в одно там парное какая-то типа химию создавать вот это все мы над этим работали но я хотела я хотела на сцену я так сильно хотела на сцену азан я не могла просто Я говорю, блин, я уже в конце такая, давайте сами что-нибудь помутить, давайте арендуем какой-нибудь театр старый, давайте что-нибудь сделаем. И все такие, типа, да, давайте, нам тоже надоело, мы хотим практику. То есть, ты понимаешь, что сейчас уже поколение такое, что мы быстро, да, мы намного быстрее все воспринимаем, это мы, не знаю, там на Нетфликсе вот так вот, нам три секунды достаточно, чтобы принять решение, понимаешь, что смотреть, что не смотреть, что неинтересно, что нет, вот. И пандемия, конечно, тоже была очень большой причиной того, что я прилетела, но в большинстве это был тот факт, что в этой системе, даже если это частный университет, я увидела какую-то, не знаю, нотки из Советского Союза очень сильно, то есть это были не совсем ответственные учителя, они могли, типа, опоздать, не прийти, а потом во время уже урока написать, что, типа, сори, я не смог, а, как бы, ничего, что я три часа в метро сюда ехала, типа, вот, понимаешь, вот такие, что я вообще не люблю, я сама, конечно, очень часто тайм-менеджмент у меня хромает, но чтобы, блин, я прихожу, я клиент, я плачу тебе деньги, пожалуйста, сделай так, чтобы ты вот дал мне тот продукт, который ты у себя на веб-сайте описал, всё, мне больше от тебя ничего не надо, вот, и, да, и, блин, я просто поняла, что я расставила приоритеты, вот если я отдам вот эти вот деньги, проучусь здесь три года, научусь вот этому, вот этому, вот этому, это первый вариант, и второй вариант, я сейчас возьму те деньги, которые у меня есть, пойду дальше развиваться, вернусь домой и начну, я не знаю, что-то какое-то мутить, какое-то комьюнити и прям делать уже вместе с практикой, я намного большему научусь, намного большему, серьёзно, то есть, блин, ну, я просто расставила приоритеты, я поняла, что, окей, если бы эта учёба, например, была бесплатной, я бы, может быть, ещё как-то, хотя нет, даже если она была бесплатной, нет, вот, то есть, я поняла, что в целом система образования, типа, там, бакалавр, магистр, это всё нет для меня. Честно говоря. Подожди, то есть, ты решила не продолжать учёбу? Я решила отчислиться во второй раз, в первый раз я здесь отчислилась. Да, ты же вундеркин! Ты ещё в очень таком, ну, в среднем подростковом возрасте пошла в универ. В 15-14 лет я пошла в универ, да. Пока мы думали о том, что посмотреть по MTV. А, типа, Азат, типа, это может быть со стороны кажется как вау, но для меня это, ну, типа, а, ну, понимаешь, то есть, я не понимала, что это such a big deal. Я наоборот такая, типа, нет, я хочу одиннадцатый класс, я хочу выпускной, вот, вот, всё. А потом понимала, что, блин, настолько я счастливчик, что мои родители такие, типа, доча, ты можешь вот так вот так сделать, тебе будет выгоднее, короче. И я такая, блин, классно. Вот, и я поступила в универс здесь, в Манас, а потом я отчистилась, потому что разозлилась на то, что я хотела поехать на стажировку в Финляндию по социальному проекту. А они сказали, если ты поедешь, мы тебе, короче, недопуск к экзамену поставим. И она такая, типа, ну, ставьте, короче, я уехала в Финляндию. Вот, и, ну, типа, у меня, не знаю, внутри какая-то обида, что ли, тоже есть на эту систему. Не знаю, как будто она не хотела меня, она не хотела раскрыть мой потенциал, она хотела меня подавить, что здесь, что в Италии. Ну, она, ну, не знаю, ничего. Я с тобой абсолютно согласен. В школах тоже. У меня была одна история, когда я в сочинении по русской литературе, я написал что-то, как бы я адаптировал Тараса Бульбу, если бы это был фильм. И если бы это сделала так, как я хочу. Учительница пришла, на весь класс прочитала эссе моё в сочинении. Обсмеяла. Я просто сидел, красный, ну, мне было смешно, все смеялись. Ну, смеял весь класс. Но потом я думаю, офигеть, она это сделала не потому, что она хотела меня, она хотела меня проучить, но почему она меня хотела проучить. Потому что для неё изначально это казалось чем-то неправильным, тем, что я вышел за рамки и не написал сочинение а-ля из вот этого, 500 сочинений по русскому, да, из этих книжек. Я думаю, офигеть, вот уже настолько наши учителя, система вся в целом настроена против нас и требует от нас в этой конформистского какого-то формата во всём. Я с тобой абсолютно согласен. Ну, окей, тогда что нам можно ожидать от тебя? Альбом? Что ещё? Что будет? Раскрывай карты. Азат, я хочу заниматься театром. Блин, ну не зря я училась на актрису, не зря меня... Я же говорю, ты total package, ты total artist. То есть тебя просто называть музыкальным исполнителем, я тебя называю артистом. Вот это... И это действительно то, к чему я стремлюсь. Я не считаю, что это правда, ну, типа, так сейчас, но я к этому действительно стремлюсь, я стараюсь. Я пишу какие-то сценарии, я пытаюсь что-то делать, что-то мутить. Но Азат всё же я до сих пор не могу... Да, у меня есть пара друзей, пара знакомых, которые вот, ну, типа, готовы делать, понимаешь? Типа, давай, всё что угодно, давайте творить, мутить. Я не чувствую, что вот этот вот комьюнити настолько крепок и настолько готов к этому. Потому что ясное дело, что это будет убыточно, что это будет рискованно, что это будет сложно, долго, мучительно. Но, типа, в конце, понимаешь, как бы оно ни было, оно всё равно принесёт пользу. Я пока не чувствую, что у меня есть такой комьюнити, но... I have an idea, то есть, ну, типа... Я даже не знаю, насколько это идея. Сейчас я начала об этом говорить и уже начала сомневаться. Я хочу поставить спектакль. Я раньше ставила два спектакля. Первый мой спектакль был моноспектакль, такой любительский. Я написала сценарий и играла сама в нём. То есть, one-man show. Я прям одна была. И я просто пригласила всех своих друзей и родственников на свой день рождения. И, типа, сыграла им в своём спектакле. Классно! Я ставил контенту своим родственникам. У меня был липсинг конкретно. Я ничего не пела. Я просто стояла, раскрывала рот. Да-да-да, блин. I was destined to be a drag queen. Такая тема. Мне так стыдно об этом вспоминать. Но я понимаю, что я тогда переступила через черту, через которую было настолько важно переступить. То есть, переступить через чувство уята, через чувство то, что тебя высмеют. Понимаешь? Вот это вот всё. Сейчас я вспоминаю, мне стыдно. It's so cringy. Я не могу. Но я понимаю, что это было настолько важным. Настолько важным. И я просто тупо заставила их прийти. Это был мой день рождения. Такая спать. День рождения? Просто приходите, короче. Я арендовала театр за 3000 часов. Я думала, да. Ижетюз. Театр юного зрителя. Я его арендовала. Директор такой. Настолько? Я с папой пришла. Говорю, пап, арендуйте мне вот этот зал. Папа попрашивал скидку. Они хотели 5000. И папа такой, ну, молодая девушка, ну, там, одна сама будет играть. 3000 давайте. И мы арендовали. Я их всех прикрутила. Боже, это было так ужасно. Вот. А потом я уже стала тоже такой немного любительский спектакль с моими студентами, когда я работала учителем английского. Я стала спектакль Ромео и Джульетта. Упрощенный вариант на английском языке с ними. Блин, это тоже было классно. Я горжусь. Да, было много косяков, но я горжусь. Вот. И я поняла, что it's so real. Like, it's doable. It's really doable. И я хочу создать какой-то комьюнити, который... Вот, типа, в Бешкеке, в Кыргызстане комьюнити, который вот будет заниматься каким-то современным искусством, который будет ценить вот эти вот, например, ходить в современный театр, понимаешь? Которые будут готовы заплатить за искусство, например, да? То есть, потому что... Почему у нас артисты, например, скажем, выступают на тоях и остаются нераскрытыми? Или, типа, человек, который хочет стать артистом, потом уходит в итоге в какую-то техническую профессию? Блин, потому что нет перспективы. Нету её. Я по себе знаю. У меня до сих пор никак не окупилось ничего из того, что я делаю, понимаешь? И я хочу это изменить. И я хочу людей, с которыми мне можно будет работать. Я хочу каких-то молодых режиссёров театра, режиссёров кино, люди, которые делают музыку, люди, которые какие-то арт-выставки, арт-перформансы. Понимаешь? Я хочу вот такой комьюнити. У нас его нет. В смысле, он хочется. И людей... Я вот часто ощущаю, когда планируем какие-то общие проекты с кем-то, то ощущение, что будто бы у меня единство, есть вот одержимость идеи. Я хочу её до конца нести. И почему-то, видимо, почему... Но месседж теряется, люди перестают апдейтить. Вот этот пропадает энтузиазм. Такое ощущение, что у нас очень всё вот так. И вот мне кажется, во многом мы поддаёмся этому пессимизму. Я вот сам... Я понимаю тебя 100%. Если бы мне просто однажды не повезло, и я туда что-то, да, за рубеж что-то не сделал, отправил, я бы сейчас, наверное, с таким же пессимизмом сидел бы в какой-нибудь редакции и печатал бы текст. Как бы я тебя настолько понимаю, я всегда об этом тоже кичусь. Азат, это знак, давай объединяться. Всё, объединяемся, создаём себе театр. Это история в том, что мы делаем. Всё, 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 так, записалась, да? Записалась, окей. Ван, Зири, спасибо большое, что это... Я так рада. Слушай. Это очень круто. А после трёх переносов и трёх месяцев... Потом мы, соответственно, себя повели и были. Да. Ну, окей. Спасибо, что прослушали этот разговор до конца. Обязательно подписывайтесь, оставляйте комментарии. Нам очень важно ваше мнение. Спасибо большое. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok